Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня мы поговорим в этом видео о вещах, которые не стоит хранить в вашем доме. Постарайтесь избавиться от них в ближайшее время, потому что они не только разрушают энергетику в вашем доме, но они также привлекают нищету, безденежье и постоянные проблемы во всех сферах жизни. Друзья, дом – это особое место в жизни каждого человека, ведь недаром говорят, что дом – это крепость, в которой лечат собственные стены. Когда куда-то уезжаешь, даже если тебе там хорошо, все ладится, но все равно каждый из нас скучает за домом. У него хочется вернуться как можно быстрее, а все дело в особой энергетике, которая его наполняет. Для каждой семьи, для каждого помещения, жилья она своя, и между собой похожих нет. Даже если вы переедете в другое жилье, город, всей семьей, у вас будет другая особая энергетика, это станет для вас новой крепостью. Но она будет абсолютно другой, не хуже и не лучше, просто другой. Каждый из нас старается сделать свой дом уютным, комфортным для проживания, для того, чтобы в нем было все, что нужно для счастливой жизни. Для этого мы приносим в наш дом различные вещи, предметы, технику, мебель, все это обустраиваем и полагаемся на свою интуицию, которая указывает, на что нам лучше это сделать. Сейчас стало очень модно приглашать дизайнеров, такой дом будет красиво обустроен, но он не будет иметь такой энергетической силы, которую имеет дом, в котором вы все сделали сами. Ведь никто не может со стороны знать, как для вас будет лучше, комфортнее, где вы хотите видеть конкретно ту или иную вещь. Даже если вы обговорите все до мелочей, у каждого человека пусть и похожее видение, но свое. Дом должны наполнять только светлые и сильные энергии, так как это помогает нам ощущать в нем спокойствие, иметь хороший сон, порой видеть даже вещи и сны. Быстро восстанавливать биополе и укрываться от бед и неприятностей, ощущая уверенность в том, что завтра все наладится и обязательно получится решить любого рода проблемы, что у вас на это хватит сил и вы обязательно увидите и почувствуете, в каком направлении для этого вам нужно идти. В доме с хорошей энергетикой у каждого из членов семьи все ладится. Огорчение неприятностей обходит стороной, хочется мечтать, строить планы, добиваться их. Здесь люди любят друг друга. Звучит радостный смех, люди излучают добро и бодрость, духовный, эмоциональный подъем. Им не хочется тратить свои силы на конфликты, ссоры. Они считают, что в жизни много прекрасных моментов, которых больше заслуживает их внимания. Что не скажешь про дом, в котором живет негатив. Так как в таком доме люди озлобленные, их ничего не интересует, они постоянно уставшие. Депрессия, неприятности сопровождают их всюду. Они много времени тратят на ссоры и выяснение отношений. Им нравится жить такой жизнью, так как они не представляют ее без негатива и менять, конечно же, ничего не хотят. В доме с плохой энергетикой не будут расти растения, будут вянуть цветы, животные будут беспокойными, могут периодически вести себя странно, делать то, что им ранее было не свойственно. Например, собака может начать без причины выть. Кот будет сидеть в той комнате, где больше всего негатива и мяукать непрерывно. Дети будут часто капризничать, плакать. Вы не сможете определить причину, что нарушает их спокойствие и выяснить, почему они себя так ведут. Сны будут беспокойными, они будут вялыми и могут часто болеть простудными заболеваниями, так как негатив на них будет влиять в большей степени. И у них не то, что биополе разрушится, а иммунитет ослабнет. Сдавая анализы, по ним не будет абсолютно никаких сбоев или чего-то вне нормы. В ночное время суток будет ощущаться повышенная негативная активность. Вам будет казаться, что в комнате присутствует кто-то другой. Будет страшно подняться даже с кровати, для того, чтобы сходить попить водички или еще по какой-то причине. Такой разрушительный негатив способен притягивать темную сущность, которая, попав к вам, будет разрушить все на своем пути и отбирать у членов семьи не только энергии, но и здоровье. Поэтому, как вы уже поняли, нужно пристально следить за энергетикой жилья, вовремя проводить чистки и придерживаться правил, о которых далее мы сегодня с вами и поговорим, для того, чтобы не допускать негатив в свой дом. В вашем доме не должно ни в коем случае быть разбитых, треснувших зеркал, так как такой предмет сам по себе уже несет огромный негатив, который за очень короткий промежуток времени наполнит негативом весь ваш дом. Этот негатив будет нести в себе беды в большем количестве, которые скажутся на том члене семьи, которые большее количество раз будут смотреться в это зеркало. Зеркала с давних времен наделяют сверхъестественными силами, их энергетика крепко связана с энергиями, которые его окружают. А разбитое зеркало способно искажать их и менять не наилучшим образом. Чем старше зеркало, тем больше информации оно имеет и несет о каждом человеке без исключения. Поэтому, когда с ним что-то случается, приходится ждать неприятностей. И чем больше такое зеркало будет находиться в доме, тем больше таких неприятных моментов оно в него притянет. Также зеркало, если у него сколы или же трещина, которые проходят полностью через него, способны изменять человеческое биополе, меняя его форму, что делает человека подвластным всему плохому и неблагоприятному извне. Зеркала в вашем доме должны быть целыми. На них не должно быть не то, что повреждений, на них не должно быть даже царапин, чтобы потом не пришлось жалеть о том, что не выкинули их вовремя. Если вы нашли в доме или же под дверью подклад, например, это может быть кусочек шерсти, нитки, волосы, ржавую булавку, иглу, гвоздь, кусочек лезвия, ножа, ножницы, кусок ткани, землю, крошки, пшеницу или какую-либо другую крупу, это нужно срочно вынести из дома, применяя при этом все правила, чтобы также сразу убрать негатив. Если вы оставите его на время, чтобы решить, что с ним делать, в это время он начнет воздействовать на всю семью или же на того из членов семьи, кому он предназначался. Наилучший способ и самый простой, который поможет вам нейтрализовать негатив от подклада, это огонь. Поэтому разожгите огонь, киньте в него то, что вы нашли, независимо горит ли этот предмет или нет. Огонь способен сжигать любые нехорошие энергии и разрывать их связь с человеком. Когда кинете подклад в огонь, трижды проговорите такие слова. В огне данный предмет горит, силу свою теряет, на меня личина в семи моих больше не влияет, порчу убирает, негатив из дома отгоняет. Вернувшись домой, окурите дом тремя щепоточками мяты, капнув туда кусок лимона. Как только вы это сделаете, вы сразу ощутите, что негативного влияния на вас и на вашего жилья больше нет. В вашем доме не должно быть предметов, которые ассоциируются со смертью. Это и череп, это и шкура животного, чучело из животного рога, панцирь черепахи, засушенные жуки и бабочки. Дело в том, что все это способно нести в ваш дом мертвую энергетику. А это не то, что недопустимо, но и в то же время очень опасно. Для людей, которые в таком доме живут, члены семьи могут попасть в аварию, заболеть, сломать руку или ногу. Если у вас есть что-то такое, вынесите это срочно из дома, выбросите, завернув белый кусок ткани. Если вам жалко выкинуть, тогда как вариант отдайте в музей или какое-то заведение, интерьер которого подходит под ту вещь, от которой вам нужно избавиться. Давайте всегда ее левой рукой про себя, при этом проговорите такие слова. Связь с этой вещью не имею, энергетики ее в дом свой не принимаю и его от нее освобождаю. Так вы разорете с ней связь, она больше не будет на вас воздействовать. Многие люди любят привозить ракушки с мест, которые они когда-то посещали, но это привычка негативная, от нее лучше все-таки отказаться. Ведь ракушка несет в себе энергию пустоты и способна не только перекрывать энергетические каналы, попадая в дом, что будет мешать светлым энергиям в нужном количестве в него попадать, но и негативно влиять на отношения в семье, притягивать проблемы на работе, а также денежная энергия перестанет посещать ваш дом, из-за чего в нем начнутся денежные потери. А все члены семьи начнут ощущать денежную нужду. Ракушки, которые состоят из двух створок, несут в себе еще и энергетику смерти, что будет разрушать, как вы уже поняли, все в округе, а значит энергетику вашего жилья. Поэтому без сожаления соберите все и вынесите, например, на дачу. Как вариант, украстье клубы или же просто выбросите. Найдите другое, более приятное и полезное увлечение. Например, покупайте натуральный камень в том месте, где вы посещаете. Такая привычка будет, наоборот, помогать вам и притягивать потоки сильных энергий, которые будут следить за энергетикой жилья и благоприятно влиять на всех, кто находится в таком доме. Часто с вами мы принимаем подарки от людей, отношения которых к нам нечистосердечные. Мы знаем об этом, но боимся отказать и обидеть таким действием человека. А значит и осознанно принимаем тот негатив, который нам преподносят. Приносим его в свой дом и позволяем ему без труда в нем поселиться. Отказывайтесь от таких вещей, не думайте о том, что может подумать о вас данный человек, что ему может быть неприятно. Он ведь дарит вам такую вещь, к сожалению, с плохими помыслами. Но если уже возникла такая ситуация, что вы не можете не принять такой подарок, нужно про себя проговорить такие слова. Я подарок беру, все помыслы владельцу оставляю к себе, их вблизь не подпускаю, домой не приношу, к энергетике жилья вред не причиняю. После этих слов вы можете брать данный подарок, но лучше, если решите ним пользоваться, проведите энергетическую чистку более сильную, так как при длительном взаимодействии он может оказать на вас вред. Можете его продать, а на вырученные деньги купите себе то, что пожелаете. Такая вещь или предмет будут вас радовать и точно не принесут никаких проблем. В доме не должно быть битой посуды, даже если вы ее очень аккуратно подклеили, на ней, как вы считаете, ничего не видно. Такая посуда несет уже негативную энергетику и способна приносить вред, который негативно скажется на всех тех, кто будет с нее кушать. А также будет притягивать сильные потоки негатива, которые будут разрушать особую энергетику жилья. Таким предметам не место в вашем доме, лучше избавляйтесь от них сразу. А также, если вы не будете выбрасывать вовремя поломанные, побитые, испорченные вещи, то никогда ничего нового и положительного не придет в ваш дом и вашу жизнь. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Код Изобилия. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Ну, а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. Спасибо. Спасибо.